РостГМУ Короче, мы решили прямо сейчас заменить его на любого зрителя из зала. Я пошел. Стоп, Вова, почему ты пошел? Я тоже могу выводить людей из зала. То, что ты работаешь вышибалой в ночном клубе, еще ни о чем не говорит. Ну хотя раз такой умный, попробуйте. Ого, они для черепашки. То есть вы подготовились, да? Черепашки, а вы не можете побыстрее людей из зала выводить? Спасибо большое. Ну, и кого вы привели? Новобранцы. Сейчас проверим. Салаги, приветствую вас на этой священной сцене. Здесь я вас буду учить шутки шутить. Для начала поиграем в любимый круг КВНчиков. Вопрос-ответ. Когда родился Александр Васильевич Масляков? Не знаю. Что значит не знаю? Ты становишься КВНчиком, ты должен уметь импровизировать. Капрал, когда родился Александр Васильевич? После Рождества Христова. Видишь, не прикопаешься. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, главное выяснили. Вопрос на засыпку. В КВН важен литературный юмор. Когда родился Толстой? После Рождества Христова. Неправильно. Капрал. Когда родился Толстой? До рождения Александра Васильевича Маслякова. Правильно. Запомните, раз и навсегда. В КВН время делится на до рождения Александра Васильевича и после рождения Александра Васильевича. Так, теорию разобрали, перейдем к практике. Ты, Горластый, читай шутку. Я не буду это читать. Что значит не буду? Это приказ, читай. Я не буду это читать. Так, дай сюда. Я не буду это читать. Кто это написал? Мы. Такие умные, да? Давайте проверим каждого по отдельности. Хозяева по питомцам. Шагом марш. Такая удача, такое веселье, Если хозяин с тобой всегда. Друзья, простите мою невоспитанность. Я не представился. Меня зовут Владимир. Следующие пять минут я буду вами руководить. Вообще привыкните к тому, что следующие шесть лет вами будет руководить Владимир. А если вам понравится, то и двенадцать. А если ему понравится... Ну хотя ладно. Привет. Здравствуй. Ты зачем вышел на сцену? Я не знаю, не знаю. Отвечает как укупник на разогреве у группы Металлика. Слушай, ну ты парень такой симпатичный, наверняка на свидание бегаешь, да? Давай сейчас с тобой смоделируем свидание. Вот ты что с тобой обычно берешь? Розу или пистолет? Не знаю, розу. Бери. Слушай на свидание. У вас на свидание пять минут. Сиплый, ты что принес? Я же пистолет просил. Заключенный, не стой, садись. Не, не, командир, я с ним сидеть не буду. Какой интеллигентный парнишка. Слушай, тебя на самом деле вывели, чтобы ты нам помог сыграть песню. Вот ты скажи, ты какую музыку слушаешь? Клубную. Ну рок так рок. Естественно, для начала нужно выбрать музыкальный инструмент. Вот выбирай, этот или этот какой? Вот, вот этот. То есть ты выбрал барабан. Ты же умеешь играть на барабане? Нет. А зачем ты выбираешь инструмент, на котором не умеешь играть? Ну ладно, а хоть на синтезаторе ты умеешь играть? Нет. Прямо диалог после которого началась карьера группы «Руки вверх». Так, поодиночке ничего не получается. Давайте попробуем их вместе. Да легко. Вы держите деньги. А ты, пожалуйста, подержи шест. Так, стоп. Это что, стриптиз на Первом канале? Нет. И Сымбаева пришла к спонсорам. Ну что за чушь. Я просто хотел показать вам, что вы совершили ошибку. Вы вывели на сцену кучу народа. И мы ничего о них не узнали. Вот я, к примеру, до сих пор не знаю, как тебя зовут. Марина. Не знаю номер твоего телефона. 80. Марин, а поцелуешь меня в шешку? Видите, она стесняется. Это может, потому что ты некрасивый? Она стесняется. Нужно обойти в доверие к зрителю. Нужно любить его. Обнимите каждый своего. Вов, и долго нам так стоять? Ну, тут все зависит от Марины. Сборная Евразийского института «Рост Гэму». Нас трудно победить, потому что с нами зритель. И от него зависит все. Мы будем вместе. Всегда. Мне. Скажи, как. Классический конкурс.